Здравствуйте! Сегодня 3 июля 2022 года, 10 часов 13 минут утра. Солнечная погода, абсолютно безоблачное небо, температура воздуха около 30 градусов, дует северо-западный небольшой ветер. Я утром вышел на огород, буквально минут 15 назад, и услышал со стороны белорусско-украинской границы такие отдаленные бухканья, как будто бы то ли из пушек стреляют, то ли какие-то там запуски ракет делают. Уже было подобные вещи, когда здесь вот расисты у нас в селе стояли, даже нет, до того, как сюда они в село приехали и оккупировали село, значит, был обстрел со стороны Белоруссии, территории Украины. И сегодня я удивился, ну, в лесу корчи вот эти вот, корни деревьев, в это время никто взрывать не будет. Вот, никто там из украинских войск учения под границей с Белоруссией, с Россией делать не будет. Это явно делается обстрел, судя по звукам, делается обстрел территории Украины со стороны белорусской границы, белорусско-украинской границы, потому что российско-украинская граница находится чуть-чуть дальше. Вот это вот направление, на которое я сейчас направил смартфон, вот оттуда шли звуки. Ну, это вот пограничный переход Синьковка, плюс-минус там 50 километров в обе стороны, приблизительно оттуда шли звуки. Так что война, которая продолжается с 24 февраля 2022 года, она как бы сместилась на юго-восток Украины, но на самом деле Черниговская область опять не оставляют в покое и продолжают вот эти вот обстрелы делать. В общем, Карлик Пу пытается принудить Украину к миру на его условиях, то есть получить полную капитуляцию Украины, но на это украинский народ не пойдет, и вот для того, чтобы вынудить подчиниться, вот такие вот обстрелы делают. Отдаленные такие звуки, их плохо слышно. Сейчас вот соседи там громко разговаривают, и я говорю. И машины ездят. Это, конечно, мешает услышать эти звуки, но я их прекрасно слышал, причем я вначале подумал, что, может быть, мне показалось. Я внимательно прислушивался, вслушивался, и в результате услышал, ну, это приблизительно километров 60 от моего села, от этой точки, где я нахожусь, километров 60 до белорусско-украинской границы. На такое расстояние звуки выстрелов от пушек, они прекрасно распространяются над лесом, это хорошо идет, этот звук, он не поглощается практически. Это то же самое, как я слышал боевые действия в своем селе, которые в Чернигове происходили. Там тоже, когда Чернигов обстреливали, каждый звук был слышен, но там было слышно погромче, потому что расстояние около 50 километров по дорогам и километров 45 по прямой, а здесь километров 60. Так что война никак не заканчивается. Не может Карлик поуспокоиться, его уже выгнали со всех приличных мест, куда он только мог сунуться, даже его бывшие союзники от него отворачиваются, но это Пасхудина, этот выживший из ума Карлик, шизофреник и психопат, он все-таки хочет добить Украину и заставить Украину подчиниться ему, капитулировать, ну, так называемое подписание мирного договора. Это фактически капитуляция Украины перед этим Карликом. Ничего этого не будет. Украинцы свободолюбивы народ и так просто свою свободу и независимость не отдадут. Слава Украине, слава защитникам Украины, слава героям Украины, слава украинскому народу, который отстаивает свою независимость, свободу и свой выбор быть самостоятельным государством и не подчиняться этой паскудной рашке. Удачи вам, всего вам хорошего, до свидания, и Украина выстоит свою независимость, отстоит свою независимость и свободу. Всего вам хорошего.